Деревянные сборные модели Они выпиливают лобзиком из листа фанеры, как можно было сначала подумать, а выжигают детали лазерным станком, что делает их аккуратными и достаточно точными. Оказалось, что такая установка может не просто резать детали, но и делать гравировку на них. В результате получаются вот такие наборчики, упакованные в пакеты или картонные коробки. Внутри неё набор деталей для сборки модели, тюбик клея, инструкция и немного наждачной бумаги. Эту модель нужно именно склеивать. Благо тоненькая фанера отлично и быстро скрепляется в ПВА. Я люблю мазать клея побольше, поэтому использовал отдельно купленный тюбик, но на самом деле мне прекрасно хватило бы и того, что шло в комплекте. Сложность сборки напрямую зависит от двух вещей. Первое это размеры того, что в итоге получится, а второе это то, насколько функциональной и детализированной будет эта модель. На сборку вертолёта, который вы сейчас видите ускоренной, у меня ушло около 20 минут, а на трактор я потратил чуть больше часа. Такое время сборки я считаю вполне приемлемым, если учитывать то, что ещё и клею надо дать схватиться. Но вот если возьмётесь за что-то типа огромного танка с подвижными гусеницами или экскаватора, то готовьтесь поработать в поте лица. Большие сложные наборы не стоит начинать собирать людям с малым запасом терпения и усидчивости. В таком случае вы только потратите время и нервы. И что ещё немаловажно, так это сборка конструктора детьми. Крайне советую заниматься этим с родителями, поскольку это во-первых сближает, а во-вторых в некоторых случаях ребёнок может запутаться или просто сломать случайно деталь. Ну бывает такое, что деталь не входит или входит очень туго, и тогда её нужно немного подточить наждачной бумагой. Что же до безопасности, то в процессе сборки мной не было не получено ни единые занозы, даже несмотря на то, что я особой прямотой рук не отличаюсь. По ощущениям, кромка среза деталей аккуратнее, чем похожих конструкторов, например, китайского производства, поэтому с этим проблем никаких возникнуть не должно. Перед тем, как перейти к моделям, немного покажу коробку. В общем, как я и говорил, наборчики продаются вот в такой упаковке. Она простая и вроде как даже прочная. По крайней мере, мне всё в целости доехало. Внутри помимо набора лежит инструкция, с которой разобраться не то, чтобы трудно, но сразу же сбросаться и склеивать детали я не советую. Сначала посмотрите схему и разложите нормально все части, а потом уже беритесь за сборку. Ну а маленькие наборы идут вот в таких пакетиках. Опять же, внутри лежат детали вертолёта, инструкция, маленькая наждачка и тюбик клея поменьше. Фуф, наконец-то добрались до самих моделей. Теперь можно и о них поговорить и рассказать свои впечатления. Первым делом возьму то, что попроще, полицейский вертолёт. Тут стоит чётко понимать, что подобные небольшие модели это в первую очередь игрушка, и требовать от них большой подвижности или детализации совершенно неправильно. В любом случае детализация тут есть. Например, на бортах есть гравировка надписи «Полиция», а под винтом сделана не простая основа, а с небольшим рельефом. Винт, конечно же, крутится. И вообще, минимальная подвижность есть почти у всех, даже самых маленьких наборов. И это, по-моему, очень круто. Игрушка лёгкая, а вот на прочность тестировать я его всё-таки не решился, но думаю, если не колотить им об стены, то всё будет в порядке. С одной стороны есть небольшое окошко, чтобы можно было что-то поместить внутрь, например, фигурку Лего-человечка. Кстати, туда ещё и кто-то побольше влезет. Но так он не очень хорошо держится, поэтому я придумал одну фишку. Короче, нам понадобится, к примеру, три пластины Лего 2х4, которые мы соединяем следующим образом и вставляем внутрь. И вот у нас уже есть место для фигурки, где она отлично держится и даже не планирует выпадать. Готов поспорить ко всем моделям, можно также придумать способы крепления деталей Лего, если чуть-чуть пораскинуть мозгами. В общем, как экологичная игрушка, этот набор покажет себя отлично. А, кстати, задний винт на самом деле должен крутиться, но я его по ошибке заклеил. Также, если вы дружите с краской, то такой вертолёт можно легко покрасить в нужный цвет, сделав из него пожарный или полицейский, ну или военный вертолёт. Короче, какой хотите. За небольшую цену получается прикольная игрушка, или знаете, просто повод посидеть, помастерить что-то, потешить своего внутреннего трудовика. Но чёрт побери, вот на эту штуку потраченного времени мне нисколько не жалко. Это трактор с ковшом, у которого двигается этот самый ковш и крутятся колёса. Катается, кстати, он реально хорошо, в силу того, что он довольно увесистый, колёса крутятся как надо и на любой поверхности. С ковшом тоже не всё так просто. Тут спереди есть механизм фиксации, который позволяет установить в нужное положение ковш. А чтобы пользоваться самим ковшом, тут есть небольшая ручка, ну, по крайней мере, я так это понял. У него две точки подвижности, поэтому доступных положений получается довольно много. Чтобы сам ковш не болтался, тут есть специальные резиновые уплотнения. Правда, вот насчёт них я не совсем уверен, насколько они долговечны и не засохнут ли со временем. Но я думаю, заменить их можно будет совсем легко. Как бы то ни было, со своей задачей они справляются, и ковш двигается туго и не шатается. Детализацию вы можете оценить сами. Конечно, о полной достоверности никто не говорит, но, тем не менее, внутри есть и руль, и сиденье для того, кто будет управлять трактором. Мелочёвки, кстати, всякой тоже довольно много. Трубы, шестерёночки, вот лесенка, которую я не туда приклеил. А вот на эти полосочки на всех деталях нужно стараться обращать внимание, поскольку они всегда должны оставаться снаружи. Если такая полоса у вас оказалась внутри, то значит что-то пошло не так. Да, тут как и на вертолётике, на некоторых деталях есть гравировка с названием этого трактора, называется он Бульдог. Ну и логотипчиком компании Леммо, прикольно. Ну и всякие полосочки-кружочки тут тоже повсюду. Блин, не знаю как реагировать, с одной стороны я не поклонник деревянных моделей, да и вообще сборных моделей такого типа. С другой же стороны, результат таких трудов получается очень крутой, таким трактором можно с лёгкостью украсить рабочий стол или полку. Ладно, надо всё подытожить. Как определить, стоит ли покупать такой конструктор? Во-первых, перед покупкой важно понять и решить для себя, будет ли вам интересно собирать такой набор. Поскольку если взять что-то вроде танка, сборка будет довольно кропотливой и займёт много времени. Во-вторых, нужно чётко определиться, что вы будете делать с этой моделью потом. Использовать как игрушку, поставить на полку для декора или подарить другу знакомому. Кстати, как подарок взрослому человеку, такие наборы, как мне кажется, это очень круто. Ну, если вы не знаете, что конкретно дарить. Ну и в-третьих, и пожалуй самое важное, если покупаете такой набор ребёнку, подумайте, будет ли у вас возможность провести с ним вместе пару-тройку часов за сборкой, чтобы собиралось всё интересно и правильно. Если определились с этими вопросами, то бегом в описании по первой ссылке и выбирайте себе то, что вам понравится. Или же по второй и третьей ссылкам на те наборы, которые я показывал в этом обзоре. Также, чтобы посмотреть побольше фотографий наборов с разных ракурсов, можно зайти на официальный инстаграм Лемму. Ну а мне пора попрощаться. Не забудьте подписаться на канал и поддержать видео лайком. Также не забудьте написать в комментариях своё мнение по поводу этого конструктора. Ну а с вами был Широ. До новых обзоров. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!